Мама плакать не должна, терпеть тоже. Проблема этих девушек однолика. Они ничего не сказали, когда их предали, промолчали, когда их обманули. Не опустив головы, они окутывали детей любовью и продолжали жить. Но сегодня они пришли сюда выпустить пар. Новый для барнаульцев формат женской перезагрузки. Не все женщины с нашим менталитетом готовы идти к психологу. Не каждая пойдет и расскажет, у меня проблема, меня бьет муж, я не справляюсь со своими детьми, я устала. Хотя это естественная реакция организма быть уставшей и задолбавшейся. Поэтому берем в руки яйца. Поэтому берем в руки яйца, да. Боль и обиду разбить. Вот так заложить в яйцо и отпустить. В эту минуту, как и всю следующую неделю, психолог сопровождает девушек. Ведь парикмахер, тату-мастер и продавец могут и должны улыбаться. Мы сейчас планируем создавать социальные проекты для жительниц Барнаула и работниц поликлиник, больниц, детских садов, школ. Потому что мы сами с Наташей работали в государственных образовательных учреждениях и мы знаем, да, с какими нагрузками сталкиваются там женщины. Пара часов эмоционального опустошения. Домой девушки вернутся умиротворенными. А пока они не могут вымолвить и слова. Нужно еще время, чтобы вдохнуть пол на грудью и не совершить ошибок. Кто-то мог бы развестись, кто-то мог бы уйти в запой. Да, такое тоже бывает, потому что алкоголем или какими-то другими запрещенными веществами тоже снимают стресс, который у нас есть. Чтобы не причинить себе вред, девушек приглашают на перезагрузку. Спокойно, мама, счастлива семья. Хоть и сегодня нужно быть сильной, выпускать пар стоит экологично. В первую очередь для себя. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком.